Ну а самым прилежным финансовая грамотность поможет обуздать Ягуар. Тест-драйв обновленного бизнес-седана знаменитого британского бренда провел наш автоэксперт Иван Зинкевич. Каковы же его впечатления? Сдался ему Ягуар-то текст. XF. Бизнес-седан второго поколения компании Ягуар Land Rover. У меня одним из первых появилась возможность испытать его на тесте. Так каков же он? Выглядит англичанин многообещающе, агрессивный, энергетически насыщенный дизайн притягивает внимание. Особый шарм тестовому XF придает традиционный для марки цвет British Racing Grid. К сильным сторонам относится малый вес, ведь его кузов и шасси на 80% выполнены из алюминия. Соперники. Audi A6, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса. Театр начинается с вешалки, а знакомство с салоном автомобиля с дверей. Они у XF опционально оснащены доводчиками. Дизайн интерьера. Традиционный для современных Ягуаров. Тут тебе и дуга под лобовым стеклом, и управляющая автоматом шайба-селектор. Сдержанный, некрикливый стиль для премиального автомобиля. Скорее, благо, чем недостаток. Комплектация щедрая. От кожаного салона до продвинутого климат-контроля. Я уж не говорю про простор. Для седана бизнес-класса это, само собой, разумеется. Движущей силой этого Ягуара является трехлитровая бензиновая шестерка, выдающая 340 лошадиных сил. Внушительно. Кстати, в отличие от конкурентов, в двигателе XF применяется не турбонаддув, а механический нагнетатель ROOTS. Преимуществом которого является солидная тяга на малых оборотах. А стоит добавить газу, и Ягуар начинает рычать так, что мурашки по коже динамика впечатляет. С места до сотни британский седан телепортируется за 5,4 секунды. Не каждое спортивное купе повторит такой результат. Напористые ускорения сопровождают экипаж XF даже на скользкой дороге. Иначе и быть не может, ведь версия с этим мотором по умолчанию идет с полным приводом. Такая трансмиссия наделяет Ягуар похвальной стабильностью движения. Даже в поворотах он мчит как по рельсам. Вообще, с точки зрения активного водителя, XF очень интересный автомобиль. Его руль легкий, но наделен хорошей обратной связью. Ты всегда в курсе, что происходит с передними колесами. Нет нареканий и к плавности хода. Благодаря электронно управляемым амортизаторам, англичанин мягко стелет по швам и трещинкам. Тряска ощущается разве что на откровенно разбитом асфальте. XF впечатлил горячим темпераментом. Мне его динамика показалась даже избыточной. Хотя кашу маслом не испортишь.